Продолжение следует... Мастера Оригами. Итан Марс, отец похищенного Шона Марса, ушел от ареста. Он вооружен и очень опасен. Полиция идет по его следу. И мы надеемся вскоре сообщить вам подробные приметы этого преступника. Я принесла еды. Не знала, что ты любишь, купила всего понемножку. Надеюсь, пойдет. Что полиция? Мы вроде бы оторвались от них. Но вот здешний администратор меня пугает. Я ему не верю. Тебя показывают по всем каналам, Итан. За тобой охотится вся полиция. Говорят, ты и есть мастер Оригами. Это правда? Ты убийца, Итан? У меня бывают провалы в памяти. Когда я не помню, где был и что делал. Как будто был другим человеком. После таких провалов я помню. Только трупы. Лежащие в воде. Что произошло, Итан? Зачем ты пошел в тот дом? Быть может, мое альтер-эго испытывает меня. Мою любовь к Шону. Оно хочет знать, на что я готов, чтобы спасти сына. То есть, в моем подсознании скрыт ответ, где спрятан Шон. Но единственный способ вспомнить, пройти эти испытания. Почему ты не расскажешь полиции? И что я им скажу? Что я шизофреник, который топит детей и который похитил собственного сына? Меня упекут в тюрьму. И тогда мне не спасти Шона. У меня нет выбора. Мой сын может погибнуть. Когда найду Шона, я сам сдамся властям. Но не раньше. Так не может продолжаться. Ты же убиваешь себе, Итан. Жизнь Шона самая важная для меня сейчас. Должен быть другой выход. Ты не понимаешь. У меня нет времени. Шону осталось несколько часов. Нет другого выхода. Прошу, Мэдисон. Уходи. Забудь все, что ты видела. Ты ничем не можешь мне помочь. Если хочешь помочь мне, уходи. Дай мне разобраться самому. Прошу. 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 Решение. Продолжение следует... 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 Ну... За старых друзей... Продолжение следует... 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Ну, посмотрим, что этот конверт может нам рассказать. Хм. Роял-5. Хм. Форма букв Т и Ф характерная для этой модели. Выпущена между 1907 и 1924. Нет. Несомненно. Это и нано. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Эта модель, она редкая? Нет-нет, они не редкость. Пожалуй, такая машинка пылится на чердаке. Едва ли не каждого старого дома. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А кто, кроме тебя, может починить такую? Я выкупил у компании весь оставшийся запас запчастей за гроши. Лет сорок назад. Их все равно отправляли на свалку. Я и подсуетился. Так что каждый, кто здесь пользуется этой машинкой, хоть раз, да и заглядывал ко мне. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ведешь учет всех клиентов? О, разумеется. По крайней мере, тех, кто платит. Хе-хе-хе. А можно взглянуть на записи? Да, конечно. Все мои учетные книги здесь. Эм, если вы не торопитесь, я поищу список всех клиентов, кто покупал модель Ройл-5 или приносил в ремонт. Да, мы будем признательны. Хм, рад помочь. Всего пару минут, и я принесу вам весь список. Думаете, убийца был здесь? Пишущая машинка начала прошлого века. Владелец наверняка приносил ее мафту. Посмотрим, кто в списке. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА И что Манфред там копается? Надо посмотреть. И что Ман... Алло? Манфред? Алло! Мы записали ваш звонок, сэр. Полиция прибудет через несколько минут. Скажите мне вашу фамилию, сэр. Сэр? Алло! О, господи! Он мертв. О, боже! Скотт! Господи! Что ты делаешь? Звоню в полицию. Убийца уже звонил в полицию. Он хочет свалить убийство на нас. Надо уходить отсюда. Как это? Мы же к этому не причастны. Нас даже рядом не было. Я должен поскорее найти Шона Марса. Не хватает только провести сутки в участке, доказывая, что я не верблю. И что же нам делать? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Смотрите за входом, а я постараюсь убрать отпечатки пальцев со всех предметов. Надо торопиться. Полиция скоро явится. Что вы делаете? Хотите, чтобы у нас были проблемы? Это учетные книги. Манхрад искал свои записи, когда его убили. Бросьте. Надо скорее отсюда уходить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Скотт, вы еще долго там? Полиция вот-вот появится. Почти закончил. Все, уходим. Вы все, Стюр? Стюр, что смогут. Будем надеяться, что они не вычистят нас. Пойдемте, скорее. Продолжение следует. Он был уже мертвым. Следовало позвонить в полицию, мистер Шелби. Тогда не пришлось бы тащить вас сюда. Слушайте, мы не убивали, мать. Мы были там по случайности. Мне не хотелось сидеть в участке, доказывая офицеру полиции, что я тут ни при чем. Хоть вы и детектив, мистер Шелби, оставайтесь в городе. Если случайно найдете пару трупов, позвоните нам. Ладно? Так-так, Скотт Шелби опять вляпался. Пришел не вовремя. Знаешь, так бывает. Не парься. Я тебя отможу. Ради старых времен. Спасибо, Хартер. Я твой должник. Нарыл что-нибудь интересное? Ну, пары идей есть. Но абстракт... Если вдруг появятся конкретные, ты уж мне сообщи, ладно, Скотт? Ладно. Куда мы едем? Я везу вас домой, чтобы стало слишком опасно. Ну, нет. Мы же с вами напарники, таков уговор. Слушайте, Лорен, вы хотите найти убийцу. Но мне трудно работать, когда вы в опасности. Я взрослая. Сама за себя в ответе. Я хочу найти убийцу сына, и вам меня не остановить. Вы будете умницей, отправитесь домой и не будете мешать расследованию. Остановите. Что? Остановите, говорят вам. Если вы не поможете мне найти убийцу моего Джонни, я сама справлюсь. Какой же я все-таки болван. Надо догнать ее. Эта женщина упрямо как ослица. Она пойдет до конца. Со мной или без меня. Я не могу бросить ее. Она пойдет на все, чтобы найти убийцу своего сына. Черт, у меня нет выбора. Я делаю это, чтобы защитить ее. Я сам во всем виноват. Нельзя было брать ее с собой. Лора! Лора! Мне так плохо. без него. Я бы все отдала, чтобы еще раз обнять его. Я бы все отдала, чтобы еще раз обнять его. Простите, я был слишком преск с вами. Дело в том, что я очень боюсь вас. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...